Добрый вечер! Приветствую вас в очередном выпуске нашей программы по русски с немецким акцентом. С нами сегодня на связи человек, который раньше сам управлял Россией и русской экономики, это бывший заместитель министра финансов и бывший первый заместитель председателя центробанка Сергей Алексашенко. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, Борис! Сергей на данный момент находится в Вашингтоне. Он в России не вестной. Вы очень критично относитесь к нынешнему правительству в России. Когда мы с Вами последний раз виделись, Сергей, Вы очень образно объяснили мне русскую экономику. Вы сказали, что она как табуретка. Может, Вы объясните нашим телезрителям Вашу, по-моему, очень интересную и хорошую теорию? Да, Борис, есть такое у меня сравнение. Когда меня спрашивают о том, насколько устойчива является экономика... Давайте сказать, чуть назад мы встречались, когда кризис был все-таки в разгаре, когда цены на нефть падали, и ситуация была немножечко другой. Соответственно, и вопрос был, насколько она устойчивая. И мой ответ был, она устойчивая как табуретка, потому что ее структура очень простая. Российская экономика, она зависит от мировой конъюнктуры цен на сырье, которое Россия экспортирует. И кризис вот 14-го, 15-го, 16-го годов, он был достаточно специфическим, потому что вся мировая экономика росла. И хотя цены на нефть и некоторые другие сырьевые товары падали, спрос физический в тоннах, в кубометрах, он рос. И поэтому вот сырьевые отрасли и нефть, и особенно угольная промышленность, и газ уже в 17-м году, они росли. И поэтому вот, знаете, такая простая структура российской экономики, когда у вас есть добыча природного сырья, есть транспортировка этого сырья за границу через железную дорогу, через трубопроводы. Потом у вас есть ответные импортные операции, когда вы должны очень много завозить всего по импорту. Вы распределять это все дело должны по всей стране. У вас есть банковская система, у вас есть бюджет, который перераспределяет нефтяные доходы. В общем, выясняется, что вот вся экономика, она завязана на сырье. И поэтому вот это такой простой характер, он обеспечивает экономике устойчивость. Другое дело, что такая экономика не может очень быстро расти. Ну, что, собственно говоря, мы и видели уже в 17-м году, когда правительство так очень бодро начало рапортовать, что вот мы сейчас будем расти и 2%, и 2,5%, и уж чуть ли не 3%, а потом выяснилось, что где-то 1,5%, и это есть предел роста экономики. Вот табуретка, она стоит устойчиво, но она никогда не станет красивым стулом. То есть это такой запорожец, так сказать, когда уже не ездит, можно ногой об капот и что-то еще сошевелиться, но Porsche никогда не будет, да? То есть, который быстро может разобраться. Ну, Борис, запорожец, но хорошего качества, да? То есть, он без дефектов. Он нормально ездит, на нем можно ездить, да? То есть, это, в общем, не развалившаяся машина. То есть, но, тем не менее, зависимость от нефти и газа никак не удается преодолеть. Это Путин об этом, по-моему, уже лет 18, сколько он власти, 18 об этом говорит. И каждый год, и каждый год жалуется, но никак не выходит от этой зависимости, да? То есть, не хотят, не могут, в чем дело? Ну, Борис, смотрите, зависимость экономики России от сырья, от нефти, газа очень большая. И доля нефти и нефтепродуктов в российском экспорте примерно половина. Ну, чуть больше, чуть меньше в зависимости от цен. С газом это 60 с лишним процентов. И вот просто там в бюджете это 40 с лишним процентов в федеральном бюджете доходов. То есть, уйти от такой зависимости там ни за один год, ни за два года не удастся. И уйти от этой зависимости можно только в том случае, если у вас растут другие несырьевые сектора. А вот здесь у Путина проблема. То есть, все, что он делает внутри страны, это и экономическая конкуренция, и политическая конкуренция, и зависимые суды, которые не обеспечивают защиту прав собственности, приводят к тому, что вот несырьевые сектора, они не хотят расти. И, соответственно, вот эта сырьевая зависимость, она не исчезает. Более того, после каждого кризиса, и там кризис, соответственно, 90-х годов, когда развал СССР, и 98-го года, и 2008-го, и 2015-го, 2016-го, вот в каждой из кризисов доли сырьевого сектора постепенно увеличивается. То есть, на самом деле, сырьевая зависимость России, она только увеличивается и нарастает с каждым кризисом. То есть, как алкоголик, который все хочет бросать, но на самом деле все больше и больше выпьет. Если я вас правильно понимаю, то Путин, с одной стороны, понимает отрицательные последствия, но с другой стороны, чтобы с ними бороться, нужны такие политические шаги, на которых у него кишка тонка, потому что они были связаны с определенными политическими рисками, например, больше независимости суда, больше свободы СМИ. Именно он этого боится, да? Все правильно, Борис, только я бы не стал употреблять кишка тонка. У него с кишками все в порядке, они у него толстые, и толстые, и прямые, и ровно, у него всякие кишки. Вот, он осознанно, да, это его абсолютно осознанная позиция, он категорически против каких-либо реформ в политической системе. Он считает, что нынешняя политическая конструкция для России является идеальной, что он именно такую хочет, и хочет ее сохранить. Он не хочет ее менять, да, поэтому вот это дело не в том, что у него сил там или желания не хватает, он просто считает, что она правильная, и она должна сохраняться. Это очень интересно. В одной из предыдущих передач на вашем месте у меня в гостях был Валерий Соловей, вы знаете, он профессор. Да, конечно. Он говорил, что Путин прекрасно понял, что нужны реформы, он их будет делать, но только экономические, но политические он не будет делать. Я ему сказал, что это же невозможно, примерно теми же словами, которые вы сейчас говорили. То есть вы тоже считаете, что реформировать экономику без того, чтобы пойти на политические шаги, что это невозможно или очень тяжело хотя бы? Ну, Борис, смотрите, любые реформы в экономике, они пойдут на пользу, да? Просто нужно понимать, что если не трогать политическую составляющую, то можно получить, не знаю, там 20-25% эффекта. А 75-80% эффекта, они связаны с защитой прав собственности, с политической конкуренцией, с представительством несырьевых отраслей и новых людей с новыми доходами в органах власти, в представительных органах власти, на местах, в регионах, на федеральном уровне. И вот это ключевое, да, то есть вот сырьевая экономика, которая есть, если там что-то подкрутить, вот как Путин делает с рейтингом Всемирного банка doing business, да, может действительно там что-то здесь улучшается, разрешения быстрее выдаются, бумажек меньше надо, электронный документооборот. Вот нельзя всего этого отрицать, это все происходит, но это дает вот именно те самые там 1,5-2% роста экономики России, которые, честно говоря, в два раза меньше, чем рост мировой экономики. И поэтому вот, собственно говоря, как Россия растет, экономика России растет, но при этом во всемирном рейтинге Россия все больше и больше отстает. Поэтому вот без политических реформ, ну, экономика быстро расти не будет. Сергей, мне очень, вы уже поняли, мне очень нравится у вас образ с табуреткой, тогда, можно сказать, Путин старается раскрасить эту табуретку красиво, какую-то самодельную еще, может, сиденье какой-то такой, саде приделивать. Но без политических реформ он никак это офисные кресла шикарные перестроить не сможет. Да, это все равно останется табуретка. Может, более современная табуретка или более красивая, но табуретка. Да, все правильно. Может быть, у этой табуретки спинка появится какая-то такая вот, да? Но она по-прежнему будет жесткая, она по-прежнему будет не очень удобная, и она никогда не станет мягким кожаным креслом. Это очень, очень интересно. Несколько недель тому назад я читал сообщение, что русский резервный фонд кончился, то есть, что средства в нем кончились, и что сейчас переходит изымать деньги из другого фонда. Как это отразится вообще на русской экономике? Насколько еще есть запасы у русского бюджета и у государственной казни, которую вы, как первый заместитель, представитель Центробанка, хоронили раньше? Борис, помните фраза такая у Марка Твена «Слухи о моей смерти несколько преждевременные»? Да, да. Вот, мне кажется, что к резервному фонду это относится в полном объеме. То, что деньги в резервном фонде закончились, вообще никакой роли не играет в российской экономике. С одной стороны, вот Министерство финансов потратило из резервного фонда примерно 16 миллиардов долларов в течение 2017 года. Но, с другой стороны, Министерство финансов купило на рынке примерно 15 миллиардов долларов в фонд национального благосостояния. То есть, вот количество... Нужно помнить, что у Минфина есть два фонда. Резервный фонд и фонд национального благосостояния. И поэтому, вот, общая сумма денег в фондах, она осталась практически неизменной. Это первое. Второе. В 2018 году, вот, при нынешних ценах на нефть, которые, там, 65 долларов за баррель, Министерство финансов может купить примерно 50 миллиардов долларов. Да, и, то есть, еще больше нарастить резервы. Вот, это одна часть, да, что с деньгами пока при нынешних ценах на нефть и при нынешней бюджетной конструкции у Министерства финансов все в порядке. С другой стороны, резервный фонд — это один из источников финансирования дефицита бюджета. И, в принципе, вот Министерство финансов движется, ну, пытается последовательно проводить линию на то, чтобы у России не было дефицита в бюджете, в федеральном бюджете. Соответственно, если Минфин добьется этого, и если еще больше ему удастся сократить расходы, там, в 2018 и в 2019 году, то, вообще говоря, даже при более низких ценах на нефть и благосостояние тратить не нужно будет, потому что просто не будет дефицита. Поэтому, мне кажется, что вот, знаете, как резервов у Минфина достаточно, и вот сегодня там примерно где-то 52 миллиарда, 52-53, может быть, миллиарда будет живых денег в фонде национального благосостояния. Соответственно, если вот по 16 миллиардов в год тратить, как в прошлом году, то это на три года. Если Минфин купит еще 50 миллиардов в 2018 году, то это еще три года. Поэтому, вот знаете, как это, можно успокоиться и о том, что там в резервах у Минфина нет денег, а на эту тему больше не говорить, забыть. Денег достаточно, ничего федеральному бюджету пока не угрожает, никакой угрозы дефолта нет, и угрозы невыполнения бюджетных обязательств нет тоже. Там все в порядке. То есть, если три года тому назад еще было под вопросом, насколько хватит этих денег и не будут серьезные проблемы с финансированием дефицита, то сейчас, можно сказать, кожелок на следующие годы, он достаточно напольный. Да, Путин может отдыхать в этом плане, относительно. Да, да, Борис, все правильно. Не нужно забывать, что три года назад цены на нефть были в диапазоне 35-40 долларов за баррель, а сегодня они 65. Это меняет. Не то, что в политике в России что-то случилось. Просто цены на нефть выросли, и Минфин получает гораздо больше нефтяных доходов, чем это было три года назад. То есть, рынки спасали Путина. Сейчас на Западе очень бурные дискуссии про санкции, и многие говорят, они фредят больше Западу, чем России. Я на прошлой неделе уже рассказывал, что критичные исследования говорят об обратном, что они не так уж сильно фредят, и что вообще падение торговли больше связано с тем, что у России меньше денег. Но, тем не менее, как вы оцениваете, настолько сейчас санкции фредят русской экономике, настолько западные? Борис, санкции, они разные, да, и вот нельзя говорить о них обобщенно. Вот смотрите, есть персональные санкции, есть примерно 150 человек, которым решением Евросоюза запрещено въезд в страны Шенгенской зоны, и у них могут быть заморожены активы на территории Евросоюза, если такие находятся. И понятно, что эти санкции, они вообще никак на экономику не влияют. Есть санкции в области нефтяной отрасли, которые запрещают участие в шельфовых проектах, в арктическом шельфе, но эти проекты при нынешней цене на нефть никто разрабатывать не собирается. Для этого цена на нефть должна быть 150 долларов за баррель. Поэтому вот санкции есть, но они реально не работают. Есть финансовые санкции, когда десятку российских компаний, десятку российских банков запрещен доступ на рынке капитала. Они не могут привлекать заимствования и не могут размещать свои акции. Вот в 2015 и в начале 2016 года, вообще-то говоря, практически никто из российских банков и компаний не мог привлечь капитал. А сегодня они могут привлекать их в достаточно большом объеме, и объем привлечения капитала вот теми банками и компаниями, которые не находятся под санкциями, превышает объем выплат по долгам. Поэтому вот финансовые санкции в целом на экономику России не работают. И условно, если банк ВТБ не может привлечь финансирование на Западе в долларах, то он может это сделать внутри страны, потому что другие банки и компании на Западе привлекают деньги, доллары приходят в Россию, и там их банк ВТБ спокойно покупает. Поэтому вот финансовые санкции, на мой взгляд, они сегодня тоже не работают. И остаются вот то, что называется секторальные санкции, которые касаются оборонной промышленности, крымские санкции. Они работают и создают для предприятий, которые там какие-то проблемы. Ну, на мой взгляд, тоже не очень большие. Но есть один вид санкций, который, знаете, как вот он нигде юридически не прописан, но он, наверное, самый действенный. Это политические риски. Вот такая конфронтация России со странами Запада привела к тому, что политические риски ведения бизнеса в России резко выросли. А любой бизнесмен, идя в другую страну, он всегда соотносит экономические доходы и экономические риски и политические риски. И вот эти политические риски, они привели к тому, что в Россию практически нет притока прямых инвестиций и нет притока технологий. И вот это самое болезненное, то есть вот рост российской экономики без интенсивного обновления технологической базы, он быть, ну как, не может происходить. И вот это, ну как, это нельзя измерить в статистике на горизонте одного года, но это очень хорошо видно, что инвестиции в России не растут. И, соответственно, российская экономика растет медленно. Кто страдает больше, это вопрос курицы и яйца, да, что первично. Страдают оба, и те, и другие, потому что в Европе особенно, там, в Америке в меньшей степени, есть большое количество бизнесменов, которые хотели бы прийти в Россию и зарабатывать деньги. Они уже научились, они понимают, как нужно строить бизнес, они понимают, с кем нужно строить бизнес. И, в принципе, есть желание зарабатывать в России, у многих это получается. Да, поэтому вот им говорят, знаете, ребят, вот лучше не надо. Или они думают, вот как-то не очень там сейчас хорошо, потому что, а вдруг введут санкции, да, и вдруг наши партнеры попадут под санкции. Вот, поэтому теряют европейские партнеры, да, и бизнесмены, и теряют российские бизнесмены, которые не могут привлечь современное оборудование, современные технологии, не могут со своими продуктами выйти на мировые рынки. Поэтому вот санкции и предмет обоюдоострый, но только нужно понимать, что, например, там, вот Россия в ответ на европейские санкции вела запрет, свои контрсанкции, запрет на импорт продовольствия из Евросоюза. Вот контрсанкции, да. Да, контрсанкции. Вот в первый год, в первый год для Евросоюза это было чувствительно, то есть вот 14-е, начало 15-го года, потому что Россия была достаточно крупным импортером европейского продовольствия, особенно из стран Прибалтики, Финляндии и Польши. Вот эти пять стран особенно сильно зависели от российского рынка. Мемцы тоже очень жаловались. Да, но прошло три года, и выяснилось, что экспорт продовольствия из Евросоюза очень быстро вырос. То есть вот, как это, отряд не заметил потери бойца, и там, вместо того, чтобы экспортировать продовольствие в Россию, Евросоюз в целом начал экспортировать продовольствие в другие страны мира. И, в общем, даже страны Прибалтики и Финляндии, и Польши, они как-то вот нашли другие ниши и говорить о том, что они, ну да, конечно, они пострадали, но они восстановили свои рынки, восстановили свои рыночные позиции. А россияне, вот они раньше ели качественные продукты, там, молочные продукты, в первую очередь, сыры из Европы. А сейчас едят отечественные сыры из пальмового масла. Которые как свечки можно сжечь. Ну да, да, вот, ну то есть на самом деле едят какие-то заменители, которые непонятно какого качества, да, и очевидно, что на здоровье населения это влияет достаточно плохо. Поэтому вот я бы сказал так, что все-таки Россия страдает больше, потому что для России сотрудничество с Западом в любых масштабах, оно гораздо важнее, российская экономика маленькая, и она нуждается в больших рынках сбыта, она нуждается в технологиях, и всего этого она сегодня лишена. Для Евросоюза, для западных стран России, в конце концов, это 2% мирового ВВП, и всегда можно найти ей замену. Очень интересно на этом фоне, как пропаганда удачно работает, что многие в Германии думают, что мы не хотим России дальше предоставить продовольствие, что мы виноваты, что у русских поэтому меньше едили, она более дорогая и менее качественная. И в России, наоборот, тоже многие верят, что это Запад. Когда меня спрашивают про то, как это отражается, так называемые контрсанкции, я говорю, для людей еда стала дороже, менее качественная, а некоторые люди очень сильно зарабатывают на этом, некоторые из них близки к Медведеву и к Путину, потому что цены выросли у них. То есть такое краткое объяснение, оно правильно или я ошибаюсь? Ну, я думаю, что это слишком упрощенная схема. Я, безусловно, соглашусь с тем, что кремлевская пропаганда работает очень эффективно, очень изобретательно, и на это тратятся большие ресурсы. И то, что и российское население считает, что запрет на импорт продовольствия введен по санкции Евросоюза, и то, что в Германии такая же позиция, что вот есть мнение, да, конечно, это результат работы кремлевской пропаганды. Многие, ну что называется, друзья и Путина, и Медведева пытались на этом деле заработать, но пока, мне кажется, что все эти заработки, они достаточно комьюнктурные и устойчивыми не стали. Было очень много разговоров о том, что государство их будет поддерживать, бюджетные дотации они получают в достаточно большом количестве, а вот с точки зрения продовольствия, с точки зрения восполнения, появления продуктов, качественных товаров на прилавках российских магазинов, этого всего пока не наблюдается. Поэтому вот друзья Путина умеют получать деньги из бюджета, но не умеют пока ничего хорошего производить. То есть они дают по-другому, не коров, чтобы больше молока было, но они по-другому деньги получают. Но одну тему, время поджимает уже, подходит к концу, к сожалению, передача, но одну тему я еще очень хочу указаться, это отношение России с Германией в энергической области. Вы говорили, как важно газ и нефть для России, и Германия сейчас является одним из главных моторов Нордстрима-2. Как вы оцениваете этот проект, второй газопровод между Германией и Россией? Ну, Борис, вот проект с точки зрения «Газпрома» как компании, он достаточно бессмысленный. Потому что уже сегодня количество мощностей газопроводов, которые есть в распоряжении «Газпрома», они примерно процентов на 60 превышают объемы экспорта «Газпромовского» в Европу. То есть вот даже без строительства новых газопроводов «Газпром» в состоянии экспортировать на 60% газа больше. Просто он не может столько продать. Поэтому очевидно, что есть политическая составляющая. Кремль хочет наказать Украину, хочет лишить Украину доходов от транзита российского газа. И, собственно говоря, смысл строительства газопровода «Северный поток-2», ну, так же, как и «Северный поток-1», он не экономический, а политический. Потому что понятно, что любые расходы, которые «Газпром» стал бы платить Украине за использование ее от газотранспортной системы, они существенно меньше расходов на строительство «Северного потока-2». То есть вот это абсолютно несопоставимые величины. То есть вот очередные там, не знаю, полтора десятка миллиардов евро, которые будут брошены, потрачены «Газпромом», ну, и перенесены на российские цены на газ. Ну, собственно, российское население все это дело оплатит. Вот. С точки зрения экономики компании это проект бессмысленный. С точки зрения политики, кремлевской политики давления на Украину, проект очень эффективный. Это, вы говорили уже, что путь морской гораздо дороже, чем населенный путь. То есть в конечном итоге хотя бы часть этих денег, которые надо переплачивать, будет переплачивать немецкий потребитель, потому что это будет переглядываться на него, да? То есть это очень вероятно. Нет, 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 Борис, смотрите. Значит, вот уточнение. Вот если использовать украинскую газотранспортную систему, то нужно платить только текущие расходы. Да, вот эти расходы на прокачку газа. Чтобы прокачивать газ через Северный проток-2, нужно сначала его построить, затратить огромные деньги, а потом текущие расходы будут немножечко меньше. Но вот эти стартовые расходы, они колоссальные. Да. И поэтому нельзя сравнивать просто транзитный тариф по Северному потоку-2 с транзитным тарифом через Украину. Потому что нужно принимать во внимание стоимость газопровода. Перекладываться будет на российского потребителя, не на немецкого. Потому что в Германии газпромовский газ, российский газ продается уже практически по рыночным ценам, связанным со спотами. То есть там особые возможности повысить цену, сказать, вы знаете, вы заплатите нам за строительство газопровода, практически невозможно. А в России цены на газ, тарифы на газ повышаются решением правительства, фактически решением Путина. И поэтому для того, чтобы Газпром мог расплатиться по этим кредитам, будут повышаться тарифы на газ в России. Самый последний вопрос, пожалуйста, очень короткий ответ. Если вам позвонили бы из приемной Меркель и сказали бы у госпожи Меркель одна минута, скажите, согласится с Nord Stream 2 или нет, что вы изложили бы нашему канцлеру, еще канцлеру, действующему ИО? Я бы сказал, госпожа Меркель, если вы хотите стать союзником господина Путина в борьбе против Украины, то стройте Северный поток-2. Если вы хотите стать союзником Украины в борьбе против российской агрессии, запретите строительство этого газопровода. Я думаю, что я уложился в 20 секунд. Отлично, то есть, может, она вас действительно нанимет советником, если вы так быстро можете все изложить. Спасибо огромное, что вы были с нами. Напоминаю вас сегодня с нами на прямой связи из Вашингтона бывший заместитель министра финансов и бывший первый заместитель главы Центробанка России Сергей Алексашенко. Спасибо огромное. До свидания, Сергей. До свидания, Борис. Всего хорошего. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. И всего хорошего нам, дорогие телезрители. Вы смотрели программу по-русски с немецким акцентом. Смотрите нас и впредь каждую зубботу в 20.30 или на сайте канала РТВД Ост-Вест в интернете или в Фейсбуке или в Ютубе. До свидания.